Всем привет, дорогие друзья! Очень много просьб уже, не знаю, в течение года, наверное, я все наблюдаю, сварить харчо. И вот я собрался с силами, собрался с духом и решил, да, все-таки давайте сварим харчо. Здесь у меня в кастрюльке варился бульон. Бульон я варил из грудинки, но это мое любимое мясо, потому что здесь есть и кость. Вот, смотрите, косточка есть, есть хрящи, здесь тоже кость, мясо классное, здесь и жирок есть, и, в общем, жилки, которые я люблю. Кто как, вы знаете, у меня там есть друзья грузины, самая любимая друг, это Майя Гигидзе, она мне сказала, что нужна мякоть. Майя, ты меня прости, пожалуйста, я можно чуть-чуть по-своему, это мясо я люблю больше. Пока я варил бульон, он немножко выпарился. Да, это мой спонсор, который будет и уже поставляет, и будет поставлять мне чистейшую воду. Вот этот кувшин, кстати, называется Прованс, не бьющийся пластик. Здесь есть таймер, который отмеряет и вам подсказывает, когда нужно заменить сам съемный элемент, через который проходит вода. Мясо у меня почти что готово, но недостаточно, поэтому именно сейчас я чуть-чуть его разбавил, для того, чтобы потом мне не было жутко больно за то, что не хватило бульона, и супа получилось гораздо меньше, чем я планировал. Да, ссылка на Аквафор в описании. Заходите, смотрите модели, смотрите технические характеристики, размеры, все, что вам подходит. Заходите, смотрите и выбирайте. Возвращаясь к моим баранам, не баранам, а к харчо. Я не раз видел, что харчо делают из баранины. Я посоветовался сегодня специально с питью своими друзьями, шеф-поварами, грузинами, и все говорят, харчо должно быть из говядины. Только из говядины, не из свинины, не из баранины. Вернее, вы можете приготовить его хоть из курицы, но оригинальный рецепт должен быть из говядины. Забыл сказать, что бульон, помимо говядины, варится с небольшим кусочком лука и почти целый чили-перец, который нужно добавлять в самом начале и варить мясо вместе с ним. Стебель сельдерея. Его должно быть не очень много, но и не очень мало. Я сегодня готовлю, кстати, эмеретинский вариант с рисом, потому что помимо эмеретинского еще существует масса разных вариантов харчо. Я понимаю, что в Грузии, как в общем-то и в любой другой стране, в зависимости от региона, будь то Кахетия, Мегрелия или другие регионы, то везде есть свой вариант харчо. Я знаю, что, значит, Мегрельский харчо, он делается без риса, но с грецким орехом. И если мне не изменяет память, мясо варится с грецким орехом все время, ну то есть грецкий орех добавляется в самом начале. А у меня эмеретинский с рисом и с большим количеством зелени, томата и сельдереем в частности. Самая распространенная ошибка – это морковь. Я грешным делом сегодня купил моркови на рынке и думаю, я не уверен, в некоторых рецептах указывается морковь. Я не уверен, звоню Майе, вернее, пишу ей в WhatsApp, я говорю, Майя, я могу, конечно, ошибаться, но вот ты же у нас грузинка, да? Ты же из Грузии, она Мегрелка, кстати. Я говорю, Майя, морковку кладут, она мне пишет, ты что, Вася, никакой морковки, ни в коем случае, в харчо нельзя. Я смс-ку прочел, я аж ощутил, какие эмоции она, с какими эмоциями написала. Лук у меня, ну какой был, в общем, такой использую. Сейчас многие скажут, плоский, белый лук, дорогой. Ну, да, дорогой, но просто у меня другого не было. В общем, лук нужно порезать, ну, ни мелко, ни крупно, как хотите. Сковородку сразу нагреваю, и жарить лук, и эти все ингредиенты нужно на двух видах масла. Первый вид масла, это растительное, и второе масло, это сливочное. По объему примерно один к одному надо. В масло я отправляю лук. Пока лук пассируется, нужно нарезать сельдерей, причем, резать его желательно, чем мельче, тем лучше. Он, как правило, всегда кривой какой-то, берегите пальцы, нарезайте сельдерей аккуратно, значит, помельче, чтобы сельдерей быстрее размягчился, и чтобы потом, знаете, он в ложке был не огромными кусками, маленькими, тоненькими, он еще ужарится, уварится, чтобы был незаметный. У меня есть аджика, которая осталась еще от Майи. Сама Майя делала аджику мне. Правда, у меня есть рецепт, который она мне прислала, уже будучи в Тбилиси, сказала, сделай аджику. Я говорю, мы потом отдельно снимем ролик про то, как сделать аджику грузинскую, настоящую. Даже когда я пассирую, я всегда привык частично уже то, что нарезал, сразу отправлять в сковороду. Специи нужно добавлять тогда, как говорил Вильям Похлебкин, когда нету еще влажной среды. Ну, то есть, вот томаты пилати, в смысле, это не пилати, это польпа, это уже рубленые томаты, очищенные, без вкуса. Они создадут соусную основу, так же, как и обычный томат. Так вот, перед тем, как добавлять вот эту вот всю жидкую основу, нужно добавлять все специи, которые потом от масла будут раскрываться и создавать вкус для любого супа. Это не только относительно харчо. Так как мясо еще будет вариться дополнительно вместе с рисом, то поэтому доводить его до состояния тушенки, вот сейчас, да, во время наваривания бульона, не стоит. Дайте ему возможность еще повариться потом. Потому что, если вы сделаете тушенку сейчас, дальше она у вас вообще превратится в единое там месиво. А хочется, чтобы кусочки мяса все-таки имели форму и желательно текстуру. В идеале, конечно, в идеале хорошо было бы мясо остудить в бульоне. Потом в холодном виде его оттуда достать. Затем нарезать красивым кубиком, потому что, когда мясо горячее, на красивым кубиком нарезать невозможно. Оно все жидкое, гибкое и болтается туда-сюда. Но это в идеале. Я вот эти жилки вообще не отделяю никогда. Как только мясо все нарезанное кубиком возвращено вот сюда, Я поставил, сделал огонь больше, чтобы оно закипало. Теперь сюда пора отправить рис. То есть, пока еще нету пассировки внутри, в говяжий бульон отправляем рис. С рисом здесь дела обстоят вот так. Нужно взять, во-первых, пропаренный рис. Только лишь для того, чтобы он долго не разваривался. Он там набухает, пытается лопнуть, треснуть. Но, например, если мы возьмем круглозерно, он весь разварится, даст много клейковины и превратится в кашу. Я добавляю рис на глаз. Нужно учесть один факт. Риса должно быть от общего объема 30%. Рис увеличивается в два раза. Но так как у нас вольной жидкости полным-полно, то он и до трех увеличится раз. Соответственно, на три литра, чтобы получить один на одну треть риса, нам нужно добавить, значит, на один килограмм, где-то 300 граммов около. Здесь у меня меньше трех литров, поэтому я добавил, добавляю, ну вот, граммов, наверное, 80 риса. Я все-таки хочу, чтобы у меня суп получился не очень густой. Очень важно, чтобы суп был не жидкий, не густой. Специи. Во-первых, это уцхо-сунели перемолотый. Значит, хмели-сунели, мы знаем, что это смесь специй. Уцхо-сунели. Это у нас голубой пожитник. Я добавил сюда полную, почти с горкой, чайную ложку уцхо-сунели. Обязательно я сюда добавляю кондари. Это такой горный, горный чебрец. Пахнет он как-то по-особому. Значит, смотрите, такую приличную щепотку, большую. Так как он сухой, легкий, приличную щепотку добавляю сюда и еще сверху. Обязательно аджика. Аджика, если острая, значит, аккуратнее будьте. Я добавляю сюда вот столовую ложку. Потом в процессе я под свой вкус подкорректирую. Но пока что вот у меня все в таком объеме, и это должно быть прогрето для того, чтобы все специи, и аджика в том числе, загорелись. Ну, не в смысле огнем загорелись, а загорелись, имеется в виду, дали свой яркий аромат. Теперь у меня идут туда томаты рубленые. Можно взять и целые томаты, но я имею в виду, что вот это как раз то, что без вкуса. У меня на этот объем идет 400 граммов. Ну, баночка стандартная. Томаты в собственном соку, и суп становится красным. Ну, пусть тушится пока. Мне еще нужно чеснок нарезать. Чеснок по желанию. Вообще, должно быть его довольно много. Я беру три больших, три маленьких, шесть. Ну, вот на такой объем, да, вот около трех литров. Все это нужно меленько порубить. Все, отправляю это в заправку. Сразу же живой томат. Я, честно признаться, в голове в своей не нахожу какой-то фундаментальной мысли, почему нужно отправлять к консервированному томату живой. Но, я думаю, что кто-то из вас мне подскажет. С другой стороны, можно было бы использовать только свежие томаты. Но тогда мы не получим яркого цвета, который, за которым гонятся многие повара. Потому что кислотность есть и от томата в собственном соку. Если свежесть только, хорошо. Так, сюда сверху на чеснок отправляю томат. И вот теперь из сковороды доносится вот этот аромат, который, вот если бы кто-то пришел, например, ко мне в гости, он бы зашел и спросил, ты харчо готовишь? Это тот аромат, который вот как раз нам и создает общую картину. Рис набух, и даже уже мне подсказывает, да, он готов. Его, кстати, очень даже немного получилось. Эх, лук, лучок. Вот оно. Что сейчас будет? Сейчас будет харчо. Майя, если я что-то сделал не так, не ругайся на меня, пожалуйста. Ой, какой аромат у него. Я увеличиваю огонь, чтобы довести его до кипения. Пробую. Глаза держу вот здесь. И вижу, барбарис лежит, который я не положил. Его нужно было добавить в конце пассировку. Но я немножко, буквально чайную ложку, на вот эту кастрюльку добавляю барбарисы. Смотрите, есть такое поверье, что ткемали или пастилу из слива нужно добавлять для кислоты. Я хочу сказать, что кислотность томатов достаточно хорошая для этого супа. И я бы ничего не добавлял. Но добавлю барбариса, потому что, а есть вот один из вариантов, когда мы ткемали не добавляем. Кстати, я однажды добавил, когда-то, давно-давно, когда я еще не был поваром, в юности, я в 2000 году приехал в Москву 18 лет назад. Я помню тогда, готовлю харчо. И мне говорят, надо обязательно, на рынке, мне говорит тетушка, надо обязательно добавлять вот эту пастилу, которая в рулонах продается. Я взял небольшое количество. Ну, говорят, на большую кастрюлю можно вот с ладонь размером добавить вот такой вот кусок этой пастилы. В итоге сварил харчо, представляете, поел с таким удовольствием, кислотность, там все хорошо. И побежал по делам. Ровно через 3 часа прибегаю, а он у меня начал остывать. Кислотность от сушеной сливы такая высокая, что он, короче, у меня забродил. При комнатной температуре вот взял и забродил. Я такой расстроился, думаю, ах, с тех пор не добавляю, короче, от кемали. Ну, вот добавляю немножко барбариса. Короче, сюда барбарис добавляю. Ах, огонь, огонь. Где мой половник? Рис впитал в себя все ароматы. Даже куски томатов он плавает, прям вообще. То, что надо. Теперь у меня здесь укроп, кинза, зелень сельдерея. Ну, вот тут вот эти маленькие кустики вот есть. Вот их тоже можно использовать тогда, когда нету листового сельдерея. Значит, вот это все сюда отправляю. Можно еще и красный базилик добавлять. Ну, тут на ваше усмотрение. Можно петрушку добавлять. Консистенция какая. Оп. Куски мяса. Здесь все рис. По ресторану мы будем делать. Наливать, чтобы краешки у тарелки не забрызгать. Так буду делать. Подставлять тарелку под половник. Цвет получился классный, красный. Все, рис видно, мясо видно, все видно. Супер. Можно ничего говорить, не буду, просто буду есть. Очень круто. Если кто-то из поваров сварит в ресторане вот так харчо, я вас уверяю, все грузины будут там. Потому что это вот прям какой-то аутентичный грузинский вкус. Я был в Тбилиси и ел хинкали в разных местах. Харчо я ел всего лишь один раз. Это не было такой профильной истории, что я искал именно харчо. Но я вам хочу сказать, что все, что я ел до этого, это было не то. Вот сейчас это просто самый настоящий харчо. Мясо с жилками, грудинка не застревает в зубах. Она плотная, все жуется, кислотность вообще в норме. Куски томатов. Но это нужно было, короче, мне их чуть-чуть дольше потушить. Но с другой стороны, не вижу в этом никакой проблемы. Цвет у харчо отличный. Да я бы сказал, что это, наверное, самый идеальный харчо, который когда-либо я готовил в своей жизни. В любом случае, камеру можно выключать. Сейчас я доем как раз и все. А, да, пока, ребята, пока. Я вот увлечен. Все, простите, что даже толком с вами не прощаюсь. Ну, вкусно, елки-палки. Жень, все будут смотреть, как я ем, что ли? Им не впервые. Я бы остроты побольше. Хотя думаю, что русские любят не такое острое, как я.